Добрый день, я приветствую вас на брифинге Министерства иностранных дел Российской Федерации, нашей еженедельной встречи с российскими и зарубежными корреспондентами. Итак, хотел бы начать с темы, которая вызвала ажиотаж. У нас много вопросов на этот счет. Итоги саммита НАТО в Вашингтоне, наверное, и не стоило бы их комментировать, если бы они не комментировали нас так активно. Состоявшаяся 9-11 июля встреча глав государства и правительства стран-членов НАТО в Вашингтоне была призвана, видимо, продемонстрировать трансатлантическое единство коллективного Запада в год 75-летнего юбилея Альянса. Приглашение широкого круга партнеров якобы также нужно было для того, чтобы показать всем такое отобрение и твердую поддержку деятельности Североатлантического блока, пронизанной, к сожалению, до сих пор менталитетом холодной войны. Но что-то пошло не так. Россия вновь, как, собственно говоря, и раньше, была объявлена угрозой для блока во всех операционных средах, как они это сформулировали. Но почему-то в праздничной атмосфере не получилось. Но давайте обо всем поподробнее. Учитывая, что нашу страну опять избрали то ли целью, то ли мишенью, продолжается выполнение региональных планов, направленных на противодействие России на восточном, северном, южном флангах Альянса. США и их союзники одобрили дальнейшие шаги по милитаризации европейского континента, наращиванию мощностей военно-промышленного комплекса и накоплению военных потенциалов вблизи российских границ. Вашингтон подсуетился и объявил на полях саммита о развертывании на территории Германии ракет средней и меньшей дальности, ранее напомню запрещенных в соответствии с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Долгосрочная задача Альянса, как было сказано, остается нанесение, это они так формулируют, стратегического поражения нашей стране. При этом объявлено, что прямая цитата «судьба демократии решается на поле боя украинского конфликта». Какой такой демократии? То, что мы видим на Западе, это давно превратилось в диктатуру либерализма. То, что мы видим на территории Украины, это просто националистический угар. И, опять же, как это было неоднократно сказано сейчас в ходе НАТОвского саммита, исход вот этого всего якобы определит будущее всей глобальной безопасности. А самый большой риск для НАТО – это возможность победы России и Альянс. Опять прямая цитата из выступления «не может этого допустить». Видимо, имеются опасения за судьбу самого Альянса в случае неблагоприятного для Запада исхода специальной военной операции. Украину в Альянсе вроде бы как бы по-прежнему ждут. Но при этом очевидно, что все это все больше и больше похоже на игру. Игру уже не с Украиной, а игру в остатки Украины. По-прежнему мы видим реальность, она такова. Украину НАТО использует и продолжает использовать как расходный материал в геополитическом противостоянии с Россией. А согласованные на саммите решения призваны стимулировать украинцев продолжению боевых действий. Тех украинцев, которые еще остались на территории Украины, и тех, кого еще не отловили по домам. Видимо, ждет такая же участь. По вопросу вступления Украины в Альянс, показное единство, которое старались демонстрировать НАТОвцы, буквально трещало по швам. Вы послушайте, что они говорили. В СМИ появились подробности разногласий между странами-членами Альянса по поводу объемов, по поводу сроков финансирования Украины, процесса ее присоединения к НАТО. А накануне саммита этому сюжету было посвящено публичное обращение 60 авторитетных американских ученых-политологов, которые призвали, я даже не знаю, самих себя что ли, страны НАТО, НАТО как Альянс, в котором руководят Вашингтон, не приближать Киев к членству в блоке. И вот, как я уже сказала, что-то на юбилейном саммите пошло не так. И вот этого благодушия и запланированной благостности совсем не вышло. Что же получилось в итоге? В итоге киевскому режиму обещали необратимую дорогу в Альянс. Я, честно говоря, не знаю, что это за необратимая дорога в Альянс. Мне кажется, это единственная ассоциация, которая появляется, это дорога к обрыву. Теперь они, видимо, для того, чтобы несколько скрасить или хотя бы подраскрыть смысл того, о чем говорят, называют эту необратимую дорогу в Альянс новым термином. Оказывается, это мост в Альянс. Правда, длина этого моста еще не определена. Но так и быть, я для киевского режима открою военную тайну. Но это правда мост в НАТО. Только он разводной со всех точек зрения. Разводной и с точки зрения того, что в любой момент, когда это будет выгодно западникам, этот мост поднимут. А когда будет выгодно, опять же, Западу, и никто не будет спрашивать ни киевский режим, ни граждан Украины, они опять его соединят. И так будет постоянно. Но есть еще и символическое значение. Действительно, мост этот в НАТО для Украины разводной, потому что разводят граждан Украины. Жалко, обидно, но нужно это признавать. Итоги саммита однозначно подтверждают, что США и их союзники рассматривают НАТО как основной инструмент в борьбе за сохранение мировой гегемонии в форме пресловутого порядка, основанного на правилах. Мира порядка, основанного на правилах. Стремятся всеми силами воспрепятствовать становлению многополярного мира. Противниками или врагами объявляются все, кто проводит независимую, суверенную политику и не готов подчиняться указаниям из Вашингтона. Амбиции вот так вот управлять миром, как заявил президент США, камуфлируются необходимостью, вот тоже удивительно, они постоянно повторяют эту фразу, защитить демократию против якобы авторитарного союза России, Китая, Ирана и КНДР. Это, конечно, все полная чушь, какую они демократию собираются защищать. Мне кажется, единственное, от кого нужно защищать, я уж не знаю, там, демократию или натовские страны, так это от самих себя и в первую очередь от Вашингтона, но мы сейчас об этом еще подробнее поговорим. Вот для того, чтобы настоять на собственной формулировке о защите демократии от авторитарных режимов, Вашингтон и его союзники намерены расширить сотрудничество со странами-единомышленниками. Прежде всего, они имеют в виду техоокеанскую четверку, Австралию, Новозеландию, Южную Корею и Японию. И для этого предпринимают шаги по укреплению своего влияния в различных частях этого региона, о чем мы неоднократно говорили, но выходят и дальше, шагают уже в направлении Ближнего Востока, в направлении Азии, Африки. Я напомню, это Североатлантический Альянс. Что он забыл, что он делает в других частях планеты? Если опять вы услышите фразу о том, что укрепляет безопасность или гарантирует что-то своим новым членам или новым партнерам, так вспомните и задайте этот вопрос Брюсселе. А кому и что из обещанного Альянс, его коллективные бюрократические структуры и отдельные страны-члены помогли сохранить безопасность, может быть, предотвратить катастрофическое развитие ситуации, предотвратить техногенные катастрофы или помочь с их ликвидацией, может быть, ответить на новые вызовы и угрозы, они помогли побороть международный терроризм. Что-нибудь из этого когда-нибудь вы слышали в их послуженном списке? Нет, только тотальное разрушение и катастрофы. При всех попытках такой эффектной демонстрации на саммите достижений НАТО за 75 лет ее существования не получилось, не вышло. Получилось наоборот. Достижений, которыми можно было похвастаться, их просто нет. И это все заметили. Вся деятельность Северно-Алантического Союза по-прежнему сводится исключительно к раздуванию конфронтаций с Россией, с теми странами, которые натовцами объявлены в качестве, по-разному они обзываются, неконструктивными или частью не той стороны истории или осью зла, но теми, кто не подчиняется их воле. Ну и, конечно, значительная часть сил и усилий НАТО была сконцентрирована и остается сконцентрирована на тотальном уничтожении конструкции безопасности в Европе, от которой же мало что и так осталось. Теперь ее, видимо, не решили добить. Агрессивная риторика и провокационные действия Альянса загоняют его в тупик, из которого буквально нет выхода. Наверное, поэтому они и говорят, что Россия угрожает им буквально экзистенциально, их существованию. Это не мы им угрожаем, это они делают все, чтобы действительно сократить свой век. Никаких перспектив у НАТО нет, и саммит в Вашингтоне это в очередной раз подтвердил. А вот главной новостью, сенсационной саммита НАТО стало, вы удивитесь, но это действительно так, то, что потрясло вновь Соединенные Штаты Америки и содрогнуло буквально всю планету. Ментально-когнитивное состояние нынешнего президента США. Да, это не дело вообще внешнеполитических ведомств других стран, кроме Госдепартамента США. Но то, что нес президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден с высоких трибун, апеллируя, кстати говоря, не к своим внутренним проблемам и не к вопросам повестки НАТО, а по ходу упоминая буквально все. Другие страны, другие народы, говоря о глобальных проблемах человечества, вот это уже, знаете, дело внешнеполитических ведомств других стран. И естественная реакция мирового сообщества буквально через пару часов после пресловутых так называемых пресс-обращений Байдена, мне кажется, весьма показательно. Это и стало главной новостью, главным итогом саммита НАТО. Видимо, Госдеп, США и американская администрация нынешние задумывали его как подтверждение дееспособности Джо Байдена, конкурентноспособности его как кандидата в президенты. Вышло иначе. Мне кажется, они лишь усугубили ситуацию, особенно после того, как президент Байден назвал Владимира Путина президентом Украины, а Трампа, вице-президентом Соединенных Штатов Америки, у которых есть потенциал возглавить США. О чем это говорит? Это говорит о том, что на глазах у всего мира вот уже несколько лет разворачивается чудовищная картина сращивания американского глубинного государства, официальных структур США и так называемых западных мейнстримовых средств массовой информации. Они много лет скрывали истинное положение дел в Белом доме. Они много лет скрывали от общественности и манипулировали данными о состоянии президента Соединенных Штатов Америки. Ровно точно так же, как они скрывают от американской общественности ситуацию вокруг Украины. Точно так же, как они пытались манипулировать мировым общественным сознанием относительно того, что на самом деле сотворили Соединенные Штаты на территории Украины. Сколько раз проводили там антиконституционные перевороты, как меняли режимы, как спонсировали внутренние, внутриполитические изменения на Украине для того, чтобы в конце концов запалить очередной конфликт на европейском континенте. Вот ровно точно так же, как они, я еще раз подчеркну, это же смычка американских государственных структур, глубинного государства и мейнстримовых, основных, крупнейших американских средств массовой информации. Как они манипулировали ситуацией и информацией вокруг здоровья и физического состояния президента США Джоу Байдена, точно так же они манипулируют и другими международными темами. Причем, чем дальше, тем ужаснее картина, которую теперь уже наблюдает весь мир. Это сращивание, настоящее, не просто уже смычка, а сращивание пропагандистского и политического инструментов западной неолиберальной глобальной элиты. Это мы наблюдаем многие годы не в одной сфере, а во многих, и в первую очередь, в том, что касается нашей страны. Вот точно так же общественным мнением на Западе манипулировали для того, чтобы демонизировать Россию, для того, чтобы извратить каждый наш шаг. То же самое мы наблюдаем в интерпретации американскими, британскими и подконтрольными Вашингтону, Лондону, коллективному Брюсселю СМИ в отношении событий на Украине. Ровно поэтому, вот точно так же, как американские средства массовой информации скрывают от собственных граждан информацию, данные, реальные факты о состоянии президента США, ровно так же они скрывают информацию, например, о том, с какой стороны, с чьих позиций наносят удары по Запорожской атомной электростанции, делая вид, что не знают, кто же ее обстреливает. И когда уже скрывать это совсем не получается, начинают придумывать буквально небылицы о том, что это кто угодно, только невооруженные силы Украины. Хотя все уже знают, что это именно киевский режим обстреливать Запорожскую атомную электростанцию. Много лет американские средства массовой информации по такому же принципу, как они манипулируют данными о состоянии президента США Джо Байдена, манипулировали информацию относительно того, что на Украине якобы нет нацизма, нет национализма, нет русофобии и так далее, и так далее. Они знали, что есть. Они знали, что американское же правительство спонсирует это колоссальными вливаниями, разжигая вот эту националистическую бациллу, но молчали и делали вид, что им об этом ничего не известно. Сейчас на всех парах точно так же, как они поступают с фигурой Байдена, рассказывая о том, насколько он дееспособен и якобы остр за закрытыми дверями, точно так же, по тем же лекалам они рассказывают о суперлегитимности Зеленского и приводят в примеры какие-то совершенно несоответствующие действительности факты, дабы подкрепить легитимную, юридическую, правовую сторону общения с ним. Смотрите на то, как американские, британские и околобрюсельские СМИ манипулируют историей состояния американского президента, и вы поймете, как они поступают с информацией в принципе международного характера. и проблема нынешней элит в Вашингтоне не только в том, что они не знают, как будут решать проблему с выборами, их глобальное заблуждение состоит в абсолютной уверенности, что ведомое ими институализированная машина лжи продолжает работать и будет работать при любых условиях, что что бы они ни сотворили, будь то оккупация Ирака, будь то уничтожение Ливии, антиконституционные перевороты на Украине и разжигание конфликта в Европе, все им сойдет рук, им просто надо нажать кнопку эфира своих американских и британских средств массовой информации и весь мир увидит совершенно иную, нужную им картинку. Но в эпоху многополярности, трансграничных медиа, в том числе и социальных сетей, сейчас расходятся кадры именно с обреченным выражением лица госсекретаря Блинкина, помощника по нацбезопасности Салливана, которые с ужасом взирали со своих мест на то, что несет президент США Джо Байден. Да, больше ложь скрывать у них не получается ровно точно так же, как они провалятся в своей пропаганде по поводу ситуации на Украине. И еще мы неоднократно будем сегодня возвращаться к итогам этого пресловутого саммита НАТОвского. Мы обратили внимание на заявление о новых масштабных поставках оружия киевскому режиму на сумму теперь уже около 1 миллиарда долларов США. Честно говоря, возникает один вопрос. Это просто интересно. это тот самый президент США Джо Байден подписывает все эти чеки, счета и распоряжения выделения вот таких сумм киевскому режиму. Вот тот самый президент США Джо Байден, который не знает о каком президенте и о какой стороне говорит. Это тот самый президент США Джо Байден подписывает чеки на миллиарды долларов, который одновременно полагает своего главного конкурента на предстоящих в этом году в Америке президентских выборах своим же вице-президентом, у которого есть все шансы занять Белый дом, конечно, ему можно подсунуть любую бумажку на подпись. Вопрос в том, кто это делает и зачем. Ответ-то очевиден. Тотальная коррупция мирового масштаба, которую развел Вашингтон в отношении ситуации на Украине. Ну так вот, мы обратили внимание на заявление о новых масштабных поставках оружия к киевскому режиму. В частности, анонсирована передача Украине различных комплексов ПВО, в том числе устаревших систем Патриот. Параллельно страны коллективного Запада во главе США продолжают наращивать давление на государства, обладающие запасами советского, российского вооружения и боеприпасов к ним, для того, чтобы стимулировать их к дальнейшей передаче к киевскому режиму. При этом зачастую грубо нарушается положение сертификата конечного пользователя, ключевым из которых является недопустимость реэкспорта вооружений без письменного согласия страны-экспортера. Масштабные поставки на Украину странами НАТО и Европейского Союза, а также их сателлитами вооружения, включая их наиболее опасные смертоносные системы, в числе которых баллистические ракеты и дальнобойная реактивная система залпового огня, системы ПВО, широкая номенклатура бронетехники, ствольной артиллерии осуществляются в нарушении их же создаваемых международно-правовых и политических обязательств, которые предусмотрены целым рядом многосторонних договоренностей. Это была международно-правовая договоренность, которую они сейчас с легкостью даже не обходят, а просто переступают через нее. Вот речь в частности идет о международном договоре о торговле оружием, а также общей позиции Евросоюза. Это название документа, это не просто некое символическое обозначение, нет. Это закавыченное название документа, так называется, общая позиция Евросоюза. Она устанавливает правила по контролю за экспортом военной технологии и оборудования. Вот так договор предписывает государственным экспортерам объективно оценивать риски использования поставляемых вооружений для нарушения международного гуманитарного права, гендерного насилия, это конкретно статья 7. А также запрещает передачу вооружения при наличии, прямая цитата из этого документа, достоверного знания о намерении получателя использовать это оружие для совершения актов геноцида, преступлений против человечности, серьезных нарушений Женевской конвенции 1949 года, нападения на гражданские объекты или гражданских лиц, это статья 6. Вы скажете о том, что Запад полагает, что всех этих преступлений киевский режим не совершает? Так я напомню, Запад полагает, что и президент Соединенных Штатов Джо Байден дееспособный. Что касается общей позиции Евросоюза, то она останавливает базовые правила по контролю за экспортом военных технологий и оборудования и запрещает выдачу лицензий на экспорт оружия, если это создает очевидные риски для использования продукции военного назначения в целях внутренних репрессий в стороне получателя или приведет к нарушению международного гуманитарного права, будет способствовать возникновению или обострению вооруженных конфликтов на территории страны получателя, а также осуществлению наступательных действий в отношении третьих стран. При принятии решения о поставках оружия государства члены Евросоюза также должны учитывать риски несогласованного реэкспорта и попадания оружия в нелегальный оборот. Такие бесконечные по количеству примеры и прецеденты по данным того же самого Европола уже имеются. Ситуация соблюдения прав человека в стране получателей, выполнение ею своих международных обязательств, мне кажется, это вообще уже должно было бы давным-давно поставить вопрос ребром, но нет, видимо, убийства журналистов, массовые репрессии киевским режимам, своих собственных общественных деятелей, представителей гражданского общества, не в счет. Теперь в целом хотелось бы перейти к ситуации вокруг украинского кризиса, хотя мы и к натовской теме еще вернемся. Преступный режим Зеленского не прекращает террор против мирного населения российских городов и сел, активно используя его для выслуживания перед Вашингтоном, а Запад ему за это поставляет деньги, вооружение, поддержку, потому что это часть той самой предвыборной кампании, на которую делают ставку обитатели Белого дома. 3 июля боевики в УСУ атаковали дронами хлебопекарню в Алешках Херсонской области. А после возникновения пожара нанесли удар по тушившим его работникам предприятия. Погибли двое рабочих, одна сотрудница ранена, повреждения получили единственное предприятие, которое производит хлебобулочные изделия для жителей города. Что? Европейский Союз, НАТО, все эти бесконечные прозападные, прозащитные якобы организации этого не понимают? Понимают они все это, их это устраивает. 4 июля бандеровцы сбросили беспилотный летательный аппарат, использовали его для того, чтобы сбросить взрывные устройства на два автомобиля в Борисовском районе Белгородской области. Ранение получили 4 человека, в том числе ребенок. В тот же день они применили коптер для атаки пожилому дому в населенном пункте Теткино Курской области. Ранена женщина. 5 июля. Украинацисты с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Погибла 6-летняя девочка. Пострадали 16 человек, в том числе ребенок. В тот же день в результате обстрела в СУ Донецка, Горловке, Волновахе, Исиноватой погибли 5 мирных жителей. Ранено 24, в том числе ребенок. После повторной украинской атаки пострадали два сотрудника МЧС России. За двое суток с 8 по 10 июля бандеровцы подвергли массированному обстрелу Белгородскую область. Под огнем оказались 7 районов, известно о пятерых погибших. Порядка 20 человек получили ранения. Российские правоохранительные органы фиксируют преступления украинских неонацистов. Иллюзий безнаказанности у этих варваров, детоубийц быть не должно и не будет. Все причастные привлекаются к ответственности. Вчера еще один теракт с планированным киевским режимом. Просто прицельно в отношении детей. Только против детей. Специально совершенный киевским режимом, я повторю. Теперь о наказаниях за преступления. Российские суды на основании доказателей Следственного комитета России продолжают выносить приговоры украинским неонацистам за их преступные деяния против мирных граждан. Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному лишению свободы боевика ВСУ Филиппова. Он в марте 22-го года в Мариуполе расстрелял троих мирных жителей, в том числе ребенка. Они передвигались на автомобиле. 26 лет колонии получил украин-нацист Казымов, который в 19-м году приказал своим подчиненным обстреливать из минометов населенный пункт Чермалык, Октябрь и Коминтерного, это ДНР. В результате их преступных действий один мирный житель погиб, один получил ранение, частично повреждены и полностью уничтожены 19 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Подчиненные Казымова, выполнявшие его преступные приказы, также приговорены к длительным тюремным срокам. В ближайшие 25 лет за решеткой проведет Бандеровец-Черномор он отдавал весной 22-го года приказы расстреливать мирных жителей Мариуполя по подозрению в содействии российской армии. Все, кто исполнял эти приказы, уже осуждены на 25 лет лишения свободы каждой. 2 июля стало известно, что Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы французского наемника Куэсту. Он воевал на стороне ВСУ и объявлен в международный розыск. Московский городской суд заочно назначил 8 лет лишения свободы Зиновию Поросюку. В марте 2016 года вместе со своим сыном, экс-депутатом Верховной Рады Владимиром Поросюком, он совершил нападение на Генконсульство России во Львове. Он забросал здания перетехническими изделиями и другими предметами. Владимир Поросюк также проник на территорию Генконсульства, сорвал с лаг в штока российский флаг, публично призывал к туристической деятельности против граждан Российской Федерации. Из-за этого преступления в ноябре 2023 года Западно-окружной военный суд заочно приговорил его к 11 годам колонии. Я повторю еще раз, никому из украинских преступников и их приспешников не удастся уйти от наказания. Они ответят по всей строгости закона. Мы обратили внимание на появившиеся сообщения об исследовании так называемом Мировым Центром Данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра. Кто-то скажет вещь обыденная, институт все-таки. Но я приведу факты. Дело в том, что в сентябре-октябре 2022 года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС, а в июне 2023 года она разрушилась вследствие непрекращавшихся обстрелов в ВСУ. Тогда в этом преступлении киевский режим его западные кураторы поспешили обвинить Россию. Теперь объектами изучения упомянутого центра стали гидросооружения Киевской и Канаевской ГЭС. Результаты анализа показали, что в случае разлива Киевского водохранилища площадь затопления составит до 2000 квадратных километров. Под водой могут оказаться 76 населенных пунктов, не зданий, а населенных пунктов. При этом наиболее серьезный урон будет нанесен расположен вдоль рек Днепра-Десна районам Киева. Число пострадавших составит до 900 тысяч человек, практически миллион, 90% которых это столичные жители, жители Киева. При разливе Канаевского водохранилища затопленными с точки зрения данных я еще раз обращаю внимание Киевского политехнического института имени Сикорского окажутся до 4000 тысяч квадратных километров. А зонное бедствие охватит 177 населенных пунктов, в том числе прибрежные районы города Канаев и Черкассы. Пострадают примерно 75 тысяч человек, в основном жители Черкасс. Абсолютно нет никаких сомнений, что режим Зеленского затевает очередную циничную провокацию против собственного населения. Зачем? Очень просто, чтобы затем опять придумать историю, которую будут навязывать международному сообществу с обвинениями нашей страны в совершении военных преступлений, экоцидии, заодно выключить у Запада новую помощь и, конечно, прикрыть свою туристическую деятельность. Ну и, конечно, любимый конек киевского режима и так называемая детская тема. На Банковой продолжают эксплуатировать эту проблемантику, абсолютно забывая об истинном положении дел. Там периодически вбрасывают некие душераздирательные истории о разлученных семьях, горькой судьбе детей, которые мечтают вернуться домой, на Украину. Что для этого делается? Для того, чтобы такие истории держались на плаву, зачастую используются лживые пропагандистские клише, например, украинские дети лишены имен, языка, культуры, одни из них были незаконно якобы усовлены в России, другие якобы были вынуждены воевать против Украины, ну и так далее, и так далее. И очень настойчиво продвигается тезис о необходимости скорейшего возвращения юных украинцев своим семьям и законным опекунам. При этом ничего не говорится, просто умышленно замалчивается работа уполномоченного президента России по праву ребенка Марии Львову Белову по воссоединению детей со своими родственниками на Украине. Но это же факты. Что же киевский режим ими не пользуется? Как выясняется, трепетная забота о детях порой служит киевскому режиму буквально щитом, прикрытием для прокручивания различных афер. Недавно уполномоченной Верховной Рады по правам человека Дмитрий Любинец сообщил о мошеннической схеме с использованием несовершеннолетних детей-сирот. Что вы думаете? Оказалось, киевские чиновники переправляли своих родственников призывного возраста за границу под предлогом сопровождения детей-сирот в детский лагерь на территории Германии. Для этого они за дня в день накануне выезда проводили следующую операцию. Они устраивались на работу в соответствующую социальную службу или благотворительную организацию, а после того, как оказывались за рубежом, тут же увольнялись. Естественно, на Украину никто из них не вернулся. Вот мне просто интересно, а пресловутый Международный уголовный суд об этом в принципе что-нибудь слышал, знает, его информировал киевский режим о своих проделках, почему я говорю что киевский режим, потому что такое можно устроить только находясь реально под прикрытием государственной структуры. Данная схема ярко характеризует прогнившую циничную сущность киевского режима, представители которого на международных площадках устраивают настоящий плащ Ярославный по поводу якобы похищенных Россией детей, называют какие-то взятые с потолка цифры, при этом предъявить список этих детей они не могут. Равно как и списки погибших в Буче, чем мы неоднократно и публично просили. Дело в том, что нет никаких, как это называется, украденных России детей, нет убитых России в Буче. Это все чудовищная ложь в худших традициях гебельсовской пропаганды. Но киевская хунта не гнушается самыми грязными методами, как мы знаем. За них хорошо американцы платят, потому что речь идет о шкурных интересах и тех и других. Простых украинцев насильно гонят на фронт умирать за интересы Запада. Вот это правда, которую скрывают. А представители коррумпированного режима обманным путем вывозят своих родственников с территории Украины на Запад. Я уже сказала об итогах саммита НАТО, а может быть, пару слов еще в контексте ситуации на Украине. На торжества был приглашен Зеленский, его заранее предупредили, видимо, не портить всем настроение о бесконечном попрошайничеством насчет членства Украины в Альянсе и наращивании военной финансовой помощи на нужды ВСУ. Вновь подтвердилась несбыточность мечтаний киевского режима о скором вхождении в севератлантическую семью. Ситуация подвешена. Почему она подвешена? По одной простой причине. Ей легко так манипулировать. Каждый год, напомню, после Бухарестского саммита 2008 года, когда Украине приоткрыли двери в НАТО, лидеры стран блока, прежде всего Соединенные Штаты Америки, изобретают формулировки, за которыми кроется отсутствие перспектив натовского членства, но при этом тема каким-то образом стимулируется для дальнейшего обсуждения. Ну, собственно, так же было и в этот раз. В итоговой декларации саммита в Вашингтоне говорится о необратимом будущем Украины в НАТО, о намерении Альянса направить ей приглашение присоединиться к блоку, но лишь в тот момент, прямая цитата, когда союзники согласятся, что Киев выполнил все необходимые условия. Ну, это, знаете, как с миропорядком, основанным на правилах. Никто правил не видел. Вот так и с этими самыми необходимыми условиями. Что же это за условия такие? Победить на территории Украины коррупцию, при этом отправляя бесконтрольно туда миллиарды долларов и бесконтрольно поставляя вооружение? Это такие условия надо выполнить, но это они невыполнимы изначально. Какие такие условия должен выполнить киевский режим? Тоже непонятно. А почему, для чего это делается? Еще раз повторю, для того, чтобы постоянно этой темой манипулировать, для того, чтобы подстегивать киевский режим, все больше и больше мобилизовать собственных граждан, снижать возрастную планку для этой самой украинской мобилизации. Для чего и это делается? Для того, чтобы вновь убивать и вновь проливать реки крови. И в данном контексте я обратила внимание на опубликованное изданием The Guardian накануне саммита открытое письмо, как я уже сказала, 60 западных университетов и исследовательских институтов и персоналей, которые выступили против приглашения Украины в НАТО. Там, кстати говоря, были все, кто является мягко говоря оппонентами нашей страны, исторический там и фунт Карнеги, университеты Вашингтона, Торонто, Майами, Лос-Анджелесе и так далее, и так далее. В решении своей главной задачи, таким образом, обретение вожделенного членства в альянсе Киевской хунты в очередной раз провалилось, провалило обещание, которое они дали своим же мобилизовано, довольствовались они лишь утешительными призами в виде объявленных сумм поддержки и вот этих всех обещаний, что скоро необратимо по мосту или по дороге, или все-таки по мосту, но вы там будете, а когда мы вам расскажем потом, когда вы выполните все, о чем мы вам не расскажем. В германском Висбаде решено создать, как уже было сказано, новый центр по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, так называемый Native Security Assistance and Training for Ukraine. Также было принято решение направить в Киев постоянного представителя альянса по укреплению связей с Украиной. Это уже просто похоже на анекдот. Все это свидетельствует о переходе именно к НАТО роли основного координатора оказания военной помощи режиму Зеленского. До этого, напомню, подобными вопросами занималась исключительно контактная группа по оборонному содействию Украине в формате Рамштайн во главе США. Украинская делегация изо всех сил обхаживала участников саммита, тщетно пытаясь выключить столь необходимое для, как они говорят, победы количество военной техники и боеприпасов. Зеленский требовал скорейшей переброски на фронт как можно большего числа истребителей в 16. То же самое делал и Кулеба. Добивался согласия Вашингтона на использование американских ракет для ударов по российским аэродромам. В таких же кулуарах и коридорах где-то за ними или от них бегал, ходил Блинкин, который обмолвился о том, что поставка самолетов F-16 из Дании Нидерландов на Украину уже началась. Подробностей не сообщил. Ну, а потом, мне кажется, пресс-заявление Байдена его полностью добили, судя по его лицу. В целом, состоявшийся саммит продемонстрировал сохраняющийся в НАТО агрессивный русофобский настрой, циничное устремление продолжить руками украинцев и за счет их жизни гибридную войну против нашей страны. От Киева требуют вести боевые действия, не считаясь потерями. Главное, об этом, как я уже сказала, сказано было открыто, не допустить победы России. Ну, история им в помощь. Дело в том, что 10 июня исполнилось 315 лет со дня разгрома русскими войсками под предводительством Петра I шведской армии в Полтавской битве. По своей исторической значимости она стоит в одном ряду с Куликовским, Бородинским, Сталинградским сражениями. Победа под Полтавой в Северной войне в целом спасла наш народ от порабощений и создала предпосылки для возврата захваченных ранее шведами русских земель. Под Полтавой Россия решила важнейшую стратегическую задачу. Была разбита считавшаяся непобедимой шведской армией, устранена серьезной угрозой безопасности страны севера, северо-запада. Создать вторую такую армию Швеция уже не смогла. Она навсегда утратила свое былое превосходство, перестала вынашивать экспансионистские планы. В то же время существенно возрос авторитет России. Победа укрепила ее могущество, международный престиж, убедительно подтвердила роль и значение страны в качестве одной из крупнейших мировых держав. Сегодня в Стокгольме, видимо, подзабыли уроки прошлого, вновь рвутся бой. Многовековой нейтралитет, начало которому было, по сути, положено после Полтавы, и которым гордилось не одно поколение шведов, был разменен на марионеточное членство в НАТО с сомнительными перспективами обеспечения национальной безопасности. Швеция превращается в одного из лидеров оказания военной помощи киевскому режиму, готовит свое население чулик не к тотальной обороне, наивно опасаясь, как они говорят, какой-то там войны с Россией. Я не знаю, может быть, они понимают, что, так сказать, теперь уже находясь внутри НАТО и слыша все эти разговоры, что это у НАТО есть такие планы, тогда пусть будут честными со своим населением. Они придумывают сказки про нашу страну. Что касается простых шведов, обывателей, вряд ли они желают повторения битвы под Полтавой с российскими войсками. Хочется надеяться, что они помнят, хотя тщательно им вымаривают из сознания исторический урок Петра I, равно как и трагический опыт Карла XII, Наполеона, Гитлера. Не любят вспоминать Полтавскую битву, кстати говоря, и в Киеве, у них есть на это основания. Сфальсифицировать ее итоги просто невозможно. Они всем известны, но можно грубо исказить реальную роль Гетмана Мазепы. Там его называют едва ли не будете смеяться первым борцом за независимость Украины. Это в те-то времена Украина и независимость. Вы знаете, даже на уровне наркотического бреда, который сейчас творится на Банковой, такое, мне кажется, сложно представить. В обмен на предательство он должен был получить от шведского короля маленький удел на территории нынешней Витебской области Белоруссии. Разумеется, этот факт замалчивается. Исторические документы подтверждают, что этот выходец из украинской шляхты за десятилетия своей карьеры несколько раз менял хозяев. Как это похоже на того же самого Зеленского. Заявляется, будто измена Гетмана это некий сложный украинский выбор. Киевский режим пытается сейчас это все преподнести. Однако совместные силы Карла XII и Мазепа сжигали над открывшие ворота оккупантам и предателям малоросские города, население которых полностью истреблялось. Такой в кавычках выбор во все времена называли изменой. И чаще всего жизни предатели заканчивали виселицей или плахой. Вот Хунта Зеленского повторяет этот иудин путь Мазепа. предали миллионы жителей Украины и готовы без сожалений пожертвовать их судьбами и жизнями дальше только ради самосохранения сохраняя наворованного. Перечисленные факты подтверждают актуальность задачи специальной войной операции по деноцификации демилитаризации Украины устраняю угроз исходящих с ее территории о чем неоднократно говорило российское руководство повторяя что все они будут выполнены. Но не могу сказать несколько слов о ситуации вокруг ну по-настоящему таких знаете бесчеловечных проявлений творящихся в ВСУ уже более двух лет с начала специальной военной операции мы говорим о вопиющих случаях убийств издевательств унижений которым подвергаются оказавшиеся в украинском плену российские военные остаются без надлежащего внимания реакции со стороны международных правозащитных структур этой ситуация несмотря на то что свидетельств таких преступлений более чем достаточно международным чиновникам всегда чего-то не хватает то они сомневаются в убедительности предоставленной информации то говорят о необходимости ее дополнительной проверки то возникают иные непредвиденные обстоятельства при этом в случае с кровавой инсценировкой в Буче напомню никаких дополнительных аргументов или проверки обстоятельств не требовалось как равно и сейчас с провокацией которую устроил киевский режим вокруг якобы нанесения ударов Российской Федерации по гражданским объектам в частности больницы вот тогда в Буче они сразу поспешили обвинить Россию не имея никаких доказательств никакой достоверной информации даже списка погибших не было и нет а нет списка погибших в Буче потому что никого там никто не убивал разбросали тела где-то собранные представители киевского режима сняли были ли это убитые люди были ли это актеры нанятые до сих пор никто не знает но уж точно к действиям российских вооруженных сил это не имеет никакого отношения точно так же 8 лет назад начиная с 2014 года именно эти международные чиновники которым сейчас опять что-то чего-то не хватает точно так же тогда они были слепы и глухи к очевидным фактам издевательств боевиков в СУ и националистических формирований над пленными ополченцами ДНР и ЛНР равно равно как они были слепы и глухи к фактам убийств мирных жителей Донбасса детей вместе с тем в публичном пространстве множатся свидетельства чудовищного обращения с российскими военнопленными на Украине то о чем мы говорим с самого начала специальной военной операции в ходе буквально каждого брифинга то что показывают российские СМИ то за что гибнут наши военкоры работая на передовой вот теперь только сейчас начинает доходить до так называемых свободных западных либеральных демократических средств массовой информации вот посмотрите на днях газета The New York Times сделала для себя открытие неужели и опубликовала материал с откровениями иностранных наемников которые воевали в составе одного из подразделений ВСУ избранная рота они рассказали об убийствах безоружных раненых российских военных по их словам такие казни они наблюдали неоднократно кроме того в средствах массовой информации появились данные что в Чехии судят наемника воевавшего в том числе в Буче в Ирпине в составе батальона ВСУ Карпатская сечь его обвиняют в незаконной службе в украинской армии и мародерстве на допросе он поведал о том как присваивал себе ценные вещи погибших солдат и мирных жителей потому что это было в порядке вещей это было нормой поведения так там делали все сообщил он и о практиковавшихся его подразделениях произвольных казнях вот что он заявил мы были сказал он полиции мы были судом мы были расстрельным отрядом раз уж на то пошло конец цитаты если к этой информации добавить появившиеся в открытом доступе в 22-23 годах видеосвидетельства расстрелов российских безоружных военных то складывается четкая картина это многочисленные вопиющие нарушения киевским режимом обязательств по Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года включая преднамеренные убийства сдавшихся в плен пытки бесчеловечные обращения причинение тяжелых моральных страданий нанесение непоправимого ущерба здоровью эти факты стали рутиной для вооруженных сил Украины в составе которых воюют настоящие головорезы из числа бандеровцев иностранных наемников эти факты стали открытием для западной прессы которые разрешили сделать такое открытие отмечаем попытки банковой скрытистиной масштаба нарушения международного гуманитарного права для отвода глаз в том числе в стремлении замести следы уже совершенных преступлений режим Зеленского изредка давал возможность представлению международных организаций и лояльных СМИ ограниченный доступ к удерживаемым лицам мы призываем международные организации международное сообщество международные неправительственные структуры которые на этом профилируются не идти на поводу киевской пропаганды за лозунгами об Украине как там говорят буквально форпосте западной демократии гарантии защиты прав человека все это берем в кавычки естественно скрывается страшная правда о том как украинские военные сотрудники правоохранительных органов спецслужб систематически применяют за стенках извращенные формы физического насилия психологического воздействия в отношении российских военных уровень морального разложения украинских военных преступников соизмерим разве что не знаю с какими-то дремучими временами прошлого когда по историческим хроникам да и кадрам фотохроники видеокадрам доходила информация данные факты о массовых пытках в частности истреблении советских пленных военно-пленных невинных мирных граждан сотрудников японского отряда 731 которые проводили в Манчжурии бесчеловечные опыты над живыми военнопленными задержанными китайцами нет сомнений что нынешние украинские неонацисты действительно повторят судьбу тех о ком о тех о ком я сказала сейчас своих предшественников из третьего рейха из квантунской армии и предстанут перед справедливым судом и понесут суровое наказание и российские следственные органы над этим работают в очередной раз напоминаем западным покровителям Зеленского которые направляют своих солдат удачи в зону боевых действий что на них в равной степени лежит ответственность за совершаемые военные преступления против российских военнослужащих и гражданских лиц со своей стороны хотели бы подчеркнуть что невзирая на преступные действия киевского режима российская сторона остается приверженной выполнению своих обязательств по международному гуманитарному праву в том числе в части надлежащего обращения с пленными украинские военнослужащие на территории России как об этом неоднократно заявляла содержится в соответствующих условиях им предоставляется питание оказывается медицинская помощь еще раз подчеркну мы привержены выполнению взятых на себя международных правых обязательств Молдавия режим САНДО предпринимает шаги направленные на полный разрыв связей с Россией интересы молдаван которые поддерживают тесные деловые гуманитарные личные контакты с партнерами различных регионах нашей страны в расчет просто не принимаются 4 июля под нажимом властей молдавский авиаперевозчик Лайван был вынужден ввести новые правила перевозок по маршруту Ереван-Кишинев вы только вдумайтесь после прекращения в 2022 году по инициативе руководства Республики прямого авиасообщения с Россией этот маршрут стал наиболее популярным для перелетов между нашими странами теперь перед вылетом из Еревана в Кишинев авиаоператор обязан передавать списки пассажиров молдавским властям которые решают кого пустить на рейс а кого не пустить кроме того введены дополнительные меры контроля безопасности при въезде в Молдавию а лимит на право с валют снижен до трех тысяч долларов внутри страны власти проводят политику которую молдаване все чаще называют предпродажным евротюнингом продолжается искусственная дерусификация Молдавии ну это же все происходит на фоне точно такой же искусственной варварской д молдавизации Молдавии 5 июля в парламенте Молдавии был зарегистрирован законопроект который отменяет обязательный перевод законодательных актов на русский язык и тем самым русскоязычные граждане поставлены в положение людей буквально второго сорта я хочу напомнить что 80% молдаван в той или иной степени владеют русским языком и используют его в повседневной жизни знаете в чем важное отличие того что делает Санту в отношении продвижения румынского языка и всего что связано с Румынией и того как Россия продвигает русский язык дело в том что ни разу никогда в жизни никто не сможет не вспомнить ничего что хоть как-то напоминало бы требование России заменить один язык который популярен традиционен является языком определенной части населения является государственным или рабочим языком где-либо языком русским не было такого никогда мы говорили о том что для тех для кого русский является родным важно его сохранять но не подменять им другие языки что вы посмотрите творить Санту она молдавский отменила перепрописав его как румынский язык вот в этом существенное отличие я бы сказала коренное отличие наших принципиальных подходов не только к языковой политике но и в гуманитарной политике да и в целом к международным отношениям вот эта прозападная либеральная идеология отмены всего и вся замены того что выгодно им и уничтожение всего того что было дорого местному коренному населению большинству или меньшинству и годами поколениями передавалось в качестве ценности и наш подход который за гармонизацию за разумное сочетание за сохранение всего того что является культурным кодом и достоянием народов которые проживают на той или иной территории выбирают обороты репрессий в отношении оппозиции 3 июля во время акции протеста возле здания суда в Кишиневе был задержан лидер партии Шанс Алексей Лунгу оппозиционных депутатов не пускают в зал заседания парламента заводят на них уголовные дела подвергают постоянным обыскам их офисы принимаются меры направленные на ужесточение контроля за так называемыми неблагонадежными в частности обсуждается идея учреждения территориальных антитеррористических советов по оценкам местных экспертов данный механизм может использоваться против лиц которые участвуют в протестных движениях ничего не напоминает а мне напоминает точно так же внутренними террористами в США назвали тех кто находился в оппозиции и был не согласен с итогами выборов отмечая явную фальсификацию под прикрытием курса на вступление в ЕС форсированным темпом идет освоение территории Молдавии североатлантическим альянсом в период с 17 по 28 июня на территории республики прошли натовские учения щит мира 24 а с 8 по 9 июля молдавские военные принимают участие в четвертом семинаре региональных штабных учений НАТО 2024 при активном содействии альянса ведется модернизация национальной армии военной инфраструктуры Молдавии участились сборы резервистов все это противоречит и подрывает нейтральный статус республики мало того это же понятно откуда исходит с запада деструктивная антироссийская политика вызывает резкое отторжение у простых молдаван показательно что за период президентства санду из страны уехало более 200 тысяч человек в основном это молодежь по оценкам экспертов есть такая тенденция сохранится то после 2029 года за границей будет рождаться больше молдаван чем внутри страны а те которые будут рождаться внутри страны молдаванами то вряд ли уже будут сразу румынами самой молдавии ширится протестное движение действия властей подталкивают жители республики а за ними и оппозиционные партии движения консолидации чтобы сберечь суверенитет страны и национальную идентичность отстоять право называться молдаванами говорить на молдавском языке благородная цель россия всегда выступала за равноправный и взаимоуважительный диалог с республикой молдова история доказывает что тесное сотрудничество с нашей страной всегда было гарантом подлинной независимости и благополучия молдавского народа мы настроены на развитие диалога с нашими молдавскими друзьями которые не верят в мифы о некой российской угрозе гибридной войне москвы против молдаван и иные бездоказательные нарративы так называемые которые вводят запад в оборот они знают правду и они знают за что они борются они борются за свою идентичность за свой суверенитет за свое будущее и будущее своих детей будущих поколений несколько слов хотел бы сказать о том что в начале июля вооруженные силы республики Корея впервые за последние 6 лет провели боевые стрельбы в приграничных с корейской народно-демократической республикой районах данные шаги с Сеула были восприняты пхеньянам как прямая угроза национальной безопасности вынуждая его принять ответные меры самообороны за два года пребывания у власти нынешняя сиульская администрация превзошла своих предшественников по уровню эскалации военной напряженности и конфронтации с КНДР представители южнокорейского руководства не стесняясь выражениях публично навешивают на пхеньян ярлык как они это называют мирового зла тем самым подтверждая неизменность курса на ликвидацию севера и поглощение его территории попытки реализовать эти замыслы на практике чреваты катастрофическими последствиями в том числе для самой Южной Кореи поэтому наш совет прекратить безрассудные военные игрища вступить на путь разрядки напряженности установления взаимного доверия что является ключевым условием мирного урегулирования проблем корейского полуострова к сожалению перспективы выхода из тупика в котором сегодня оказалась ситуация в субрегионе увы не просматриваются риски же военной эскалации напротив возрастают дополнительно дестабилизирующим фактором стала растущая вовлеченность в региональные дела НАТО мы обратили внимание на публичные высказывания южнокорейского лидера в адресы России они были сделаны накануне в ходе участия в юбилейном саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне рекомендуя нам сделать некий выбор между Сеулом и Пхеньяном президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил о возможности поставок летального оружия киевскому режиму в будущем в случае передачи российских военных технологий Северной Кореи в связи с этим хотели бы отметить следующее весьма сожалеем что во внешней политике Сеула используются натовские так называемые нарративы натовская тактика шантажа и угроз что категорически неприемлемо в дипломатической практике суверенных уважающих друг друга государств что касается совета выбирать по принципу кто не с нами тот против нас то рекомендовали бы руководству Южной Кореи определиться с приоритетами что для них важнее мир и стабильность на полуострове необходимые для процветания благополучия собственного населения или же потворствование устремлением США в удержании их военного доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе за счет перманентной конфронтации между Югом и Севером Кореи чреватой полномасштабным конфликтом что касается угрозы пересмотреть нынешнюю линию Сеула в отношении Украины то по этому поводу ясно высказался президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам такие шаги не останутся без должной реакции со стороны России кстати вот тоже новости из региона правительство Японии с фанатичным упорством продолжает расправляться с тем малым что осталось двусторонних связей с Россией 21 июня администрация премьер-министра Кисиды приняла очередной 24 пакет персональных и секторальных санкций в черном списке находятся уже более тысячи росграждан 500 отечественных компаний товарооборот между странами по итогам прошлого года сократился еще на 45 процентов продолжает уменьшаться по инициативе японской стороны прерванные деловые контакты по реализации совместных проектов не работают механизмы сотрудничества японские руководители ведут себя как временщики не задумывающиеся о будущем отношении с ближайшим соседом которых преемники неизбежно будут вынуждены восстанавливать буквально из пепла мы продолжаем внимательно следить за практической реализацией таких недружеских шагов официального Токио и оценивать их возможное воздействие на национальную безопасность и экономику подобные нелегитимные действия в любом случае не останутся без ответа наши контрмеры будут предельно выверенными и не обязательно зеркальными вот на днях весь мир облетел новость о создании конфедерации альянс государств Сахеля нас просили прокомментировать с удовольствием это сделать чтобы июля в Ниамее состоялся первый сабиент альянса государств Сахеля в котором приняли участие президент Буркина Фасо президент переходного периода республики Мали и президент национального совета по защите родины республики Нигер главы трех стран приняли неамейскую декларацию в ней официально объявили о создании конфедерации альянс государств Сахеля цели определены они звучат как консолидацию усилий по обеспечению безопасности и решению социально-экономических задач участников этого объединения приоритетными направлениями взаимодействия в рамках альянса определены создания коллективных вооруженных сил сахельских государств для борьбы для борьбы с туристическими формированиями реализация крупных совместных проектов в сельском хозяйстве промышленности торговли финансовой сфере включая создание инвестиционного банка и стабилизационного фонда осуществление скоординированных мероприятий в области внешней политики обеспечения свободного передвижения людей товаров и услуг мы рассматриваем учреждение конфедерации как важный шаг в направлении поиска эффективных путей решения общих задач по противодействию исламистским группировкам Сахары-Сахельской зоне а также достижению устойчивого развития неизменно исходя из нашего фундаментального принципа африканским проблем африканские решения полагаем что данная инициатива лидеров Буркина-Фасома и Нигер в полной мере отвечает интересам народов этих государств и убеждены что создание конфедерации положит позитивное воздействие на становление новой архитектуры региональной безопасности и Россия подтверждает намерения и в дальнейшем оказывать необходимую поддержку государством альянса государства Сахеля включая содействие повышению безопасности национальных вооруженных сил подготовку военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов а также развивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с этими странами вы знаете мы обычно уделяем внимание таким крупным юбилеем международного характера в двусторонних отношениях я хотела бы сделать сегодня исключение но очень важное исключение есть такая общественная организация скорая молодежная помощь вот она отмечает в эти дни свое 12-летие что же это за структура в ее рядах почти 600 волонтеров и на протяжении всех этих лет организация занимается решением социальных проблем на территории Белгородской области и за ее пределами а вы понимаете что это за проблема и какие вызовы стоят перед теми кто является участниками скорой молодежной помощи основные задачи это борьба с деструктивными структурами добровольческая деятельность включающая помощь военнослужащим работа с беженцами доставка гуманитарной помощи в настоящее время организация помогает решать различные вопросы связанные в первую очередь со специальной военной операцией организован сбор и доставка гумпомощи на освобожденные территории для мирного населения и военнослужащих и многое что другое мы с этой структурой познакомились не так давно года три назад даже чуть больше во время мировой пандемии коронавируса много что помогали друг другу сделать а не нам мы им и поэтому сегодня поздравляем скорую молодежную помощь с очередной датой кстати хорошо взаимодействуем по линии совета молодых дипломатов поэтому желаем вам скорая молодежная помощь успехов мы благодарим вас за неравнодушие и активную гражданскую позицию я готова ответить на вопросы с нами или международная жизнь добрый день в франции состоялись парламентские выборы как бы вы во первых могли прокомментировать их итоги и тут же под вопрос стоит ли отжидать изменения во внешней политике этой страны прежде всего на российском управлении мы отвечали на вопросы сми так сказать по следам первого тура голосования могу лишь повторить сказанное оставляем за самими французами право решать насколько новое соотношение сил в национальном собрании равно как и новый состав формируемого правительства отражает реалии и реальные настроения и ожидания в обществе французская система избирательная в общем достаточно своеобразно устроена одни политические партии могут получить большинство голосов а другие большинство мест в парламенте но это их история как бы не трактовались результаты волеизъявления непреложенным фактом является то что подавляющее большинство граждан Франции поддержали ли они левую или правую оппозицию выразили свое отношение к политике нынешних властей их социально-экономическому и внешнеполитическому курсу с этой волной народного недовольства придется считаться Елисейскому дворцу и в то же время никаких иллюзий относительно возможности серьезных перемен во французской внешней политике которая утратила свои былые галлийские традиции которые сейчас обслуживают исключительно интересы Вашингтона и Брюсселя мы не питаем тем более что в Пятой Республике вопросы внешней политики обороны относятся к компетенции главы государства а с ним все понятно исходим из того что проводимый Парижем конфронтационный курс в отношении нашей страны они сохранят а мы будем идти своей линией и будем делать это вне зависимости от всех тех угроз оскорблений которые сыпятся из официального Парижа Спасибо большое еще один вопрос вот как бы вы могли прокомментировать предстоящие армяно-американские учения Eagle Partner которые как утверждают Минобороны Армении необходимы для подготовки подразделения армянских военных к участию миротворческих миссий Ну эти учения пройдут уже во второй раз и не вызывают ничего кроме сожаления особенно на фоне фактического замораживания Ереваном своей деятельности в ОДКБ и публичных выпадов в адрес этой организации какие бы мирные в данном случае миротворческие цели не декларировали западники главная задача очевидна создать плацдарм для реализации собственных геополитических проектов на самом деле лучше даже сказать прожектов потому что речь идет конечно об авантюрах появление американцев на Южном Кавказе как мы могли уже неоднократно видеть и убеждаться в различных частях мира также лишь подогреет сохраняющийся в регионе конфликтный потенциал и создаст новые разделительные линии вот эти слова можно просто где-то вот себе сохранить и через некоторое время сверить с действительностью я к сожалению могу сказать что это не просто тенденция или не какое-то гадание это анализ на основе фактических данных западники маниакально втягивают Армению в различные форматы взаимодействия в Закавказье и вокруг него которые заточены в первую очередь против России против Ирана через привлечение к маневрам и тренировочным программам под своей гидой навязывают республики натовские стандарты вооруженных сил это ведет к переформатированию всей системы безопасности Армении как следствие обретению западниками дополнительных рычагов влияния на ее внутреннюю внешнюю политику Россия всегда была остается приверженной своим союзническим обязательствам в том числе в плане обеспечения безопасности Армении стремилась находить взаимоприемлемые развязки вместе с тем подобные шаги Еревана приобретающие системный характер подрывают перспективы функционирования отработанных механизмов взаимодействия в данной области с нами Лирия новости Мария Владимировна здравствуйте у нас один вопрос как бы вы могли прокомментировать заявление в СМИ ряда шведских политиков о том что последние законодательные инициативы в Грузии навеяны российской нормативной практикой и отдаляют страну от членства в ЕС а также о готовности Стокгольма в этой связи усилить финансирование прозападно настроенных грузинских НПО спасибо я даже не буду говорить о двойных стандартах я скажу вам о фактах вот в Канаде в эти же самые месяцы вот сейчас был принят закон о противодействии иностранному вмешательству весь процесс принятия в Канаде этого закона уложился прям двумя палатами сразу канадского парламента уложился полтора месяца это невиданная скорость для столь важного изменения правового режима внутри Канады вот этот самый канадский закон предусматривает создание реестра иностранных агентов ограничения сотрудников посольств создание аппарата комиссара по контролю за иностранным влиянием то есть режим Трюдо протащил через согласный на все парламент усовершенствованную и ужесточенную версию американского закона об иноагентах ФАРА теперь внимание вопрос как там говорили шведские СМИ что последние законодательные инициативы в Грузии навеянные российской нормативной практикой а шведские просвещенные средства массовой информации могут повторить то же самое о Канаде закон-то об иноагентах чего же они не напишут что последние законодательные инициативы Канады наведны российской нормативной практикой или что или они заряд в корень что все это вообще началось с Соединенных Штатов Америки которые взяли свой так сказать покрытый пылью и плесенью закон 1938 года об иноагентах и начали его применять направо и налево но в основном против тех и только против тех применяли его с особой стервенелостью политизировано что очень важно кто являлся для них как они сами себе придумали угрозой шведские политики идут в русле своих заокеанских коллег конечно мы отфиксировали высказывания шведских политиков и в частности бывшего внешнеполитического главы внешнеполитического ведомства Анны Линд действующего министра внешней торговли международного развития Швеции Юхана Форселя я думаю что за Грузию скажет руководство Грузии насколько они вообще полагают уместными такие оценки шведских политиков и не считают ли они это попыткой вмешаться в внутренние дела страны со своей стороны мы отмечаем все более глупую беспардонную манеру Стокгольма пытаться общаться в международном формате таким образом кстати говоря вот так они разговаривают с одним из фокусных государств политики восточного партнерства Европейского Союза похоже недавнее вступление Швеции в НАТО добавило агрессивных амбиций этой некогда нейтральной уважаемой на мировой арене стране а теперь шведские власти не стесняются разговаривать со своими так называемыми партнерами посмевшими принять суверенное внутреполитическое решение с позицией силы используя в том числе финансово-административные рычаги и у меня для всех кто в Стокгольме заботился законами об инагентах и считают это чем-то из ряда вон выходящим предложение вот точно так же с такой же тональностью в таком же стиле поговорите в частности с Канадой и со штатами разберитесь там наконец с Вашингтоном разберитесь наконец с режимом Трюдо как они посмели применять разрабатывать и реализовывать закон об инагентах что к Грузии то прицепились вот есть у шведов теперь партнеры по НАТО прям настоящие равноправные партнеры они вполне могут позволить себе подобную риторику в их отношении я с удовольствием на это посмотрю кстати говоря можно одно из заседаний НАТО посвятить проблематике законов об инагентах и подискутировать если с нами рейтерс видимо нету Мария Владимировна мы с вами простите просто более трудности с камерой у нас вопрос который перекликается во многом с итогами саммита НАТО которые вы уже сегодня подробно комментировали но в то же время немного отличается в последнее время все чаще с запада то есть сначала это было в основном со стороны стран Прибалтики потом Восточная Европа и Восточная Европа теперь это уже прозвучало на саммите НАТО слышится заявление следующего характера что Россия непременно нападет на НАТО после того как она победит на Украине вот вот такие заявления звучат все чаще ими оправдываются вливание в военную промышленность поставки оружия Украине и много что еще вот как бы вы могли прокомментировать со стороны российского МИДа подобного подобное высказывание западных политиков о том что сразу после победы на Украине Россия нападет на НАТО давайте во первых я напомню о том что эту тему прокомментировал на встрече с иностранными журналистами на питерском форуме главными редакторами зарубежных СМИ президент России Вадимир Путин он четко высказался на эту тему он подчеркнул что это делается вот я имею ввиду вбрасывается именно такая риторика для дурачивания примать стата собственного населения у держания имперского положения второй момент на котором я хотел бы так сказать заострить ваше внимание в принятой на прошедшем 9-11 июля сэмпти НАТО в Вашингтоне итоговой декларации Россия в очередной раз названа угрозой для блока примать стата во всех операционных средах на долгосрочную перспективу это не так Россия не готовится напасть на НАТО а североатлантический альянс идет по пути постоянного нагнетания напряженности это они нагнетают это они бесконечно упоминают Россию вот в этом качестве из документа в документ для чего это делается для оправдания своего существования для пополнения бюджетов для так сказать идеологической подпитки избирательных компаний а сейчас уже для усиления контроля Вашингтона над своими европейскими сателлитами и обреченный на провал это уже теперь очевидно после саммита в Вашингтоне но все-таки поддержки Байдена в его каких-то там я уж не знаю в каких амбициях какие могут быть амбиции и еще очень важный пункт я можно вам тоже напомню о фактах о шагах которые предпринимали натовцы во главе США как раз таки вот этого агрессивного характера свидетельствующий о том что эта агрессия идет не с нашей стороны а со стороны коллективного запада вот во-первых один взгляд на сегодняшнюю карту позволяет увидеть как западные страны расширяли свои военные потенциалы в отношении приближения к российским границам помните как они обещали не расширяться не на дюйм на восток и посмотрите что из этого получилось сначала представители стран начальнов НАТО отрицали даже сам факт наличия подобных обещаний говорили о том что ничего не было зафиксировано и на переговорах эта тема не всплывала в серьезном контексте а все что говорилось но это где-то там в колуарах или что-то такое что неправильно было воспринято нашей страной потом правда начали появляться мемуары участников тех событий мемуары воспоминания о публикации участников переговорного процесса официальных лиц и они внезапно перестали отпираться и утверждать что ничего такого не было стали заявлять что устные заверения может и давались а вот тут письменных все-таки не было же официальных документов потом правда и про письменные официальные тоже говорить не стали потому что начали всплывать стенограммы официальных переговоров такая удивительная коллективная амнезия мне кажется говорит тоже обо многом после публикации журнала Шпигель оказалось что все это не соответствует действительности согласно рассекреченным архивным документам по итогам переговоров в Вашингтоне 2 февраля 1990 года министр иностранных дел вице-канцлер вице-канцлер ФРГ Ганс Дитрик Геншир и госсекретарь США Джеймс Беккер заявили буквально следующее прямая цитата мы договорились сказали главы внешнеполитических ведомств ФРГ и США что нет намерения расширять зону обороны НАТО на восток это касается не только ГДР которую мы не хотим включать но и вообще конец цитаты а в ходе переговора в формате 2 плюс 4 это переговоры с участием ГДР ФРГ Франция СССР Британия США представитель ФРГ Юрген Хробок заявил тоже прямая цитата мы ясно дали понять что не будем расширять НАТО за пределы реки Эльбы потому что мы не можем предложить Польше и другим странам членство в НАТО конец цитаты эта встреча 6 марта прошла в Бонне 1991 год с тех пор в Альянсе были приняты и Польша и Чехия и Венгрия в 99 году в 2004 году Болгария Эстония Латвия Литва Румыния Словакия Словения в 2009 Албания и Хорватия в 17 Черногории в 20 Северной Македонии Финляндия вступила в Альянс в 23 спустя год Швеция что касается США то в 2003 году Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действия Советско-Американского договора по противоракетной обороне ключевое слово в одностороннем порядке прекратил в 2019 году именно США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности это сделала не Россия в одностороннем порядке это сделали США а взятый Вашингтоном курс на разрушение договора по открытому небу завершился односторонним же выходом из него США в 2020 году применительно к международным договоренностям в сфере нераспространения оружия массового уничтожения напомню что США отказались от ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний вот это факты которые свидетельствуют об истинном отношении к обязательствам к мирной повестке международной стабильности к безопасности эти факты говорят о том кто действительно продвигает агрессивный подход а кто нет что касается России подчеркну еще раз не нужно придумать никаких агрессивных планов отношений НАТО ее участников если такие планы у НАТО существуют то об этом надо говорить честно спасибо вам большое спасибо вам с нами Литомовский пост да здравствуйте у нас один вопрос сегодня что ситуация вокруг корейского полуострова в опасном тупике Россия не хочет эскалации конфликта на своих дальневосточных рубежах не могли бы вы детализировать что в данной ситуации можно было бы сделать и с чего можно было бы начать с 18 года Россия подчеркивает настоятельно и постоянно опасность эскалации напряженности на корейском полуострове почему потому что она чревата полноформатным полумасштабным военным конфликтам мы всегда говорили и раскладывали эту ситуацию на составляющие оперируя не шаблонами не мемами не какими-то клише а говорили о том что виновниками происходящего являются США они вместе со своими региональными союзниками республикой Корея Южной Кореи и Японии в безостановочном режиме в ходе различных учений отрабатывают как они называют обезглавливающие удары по Северной Корее за действованием средств американского стратегического потенциала укрепляя военные связи в тростном формате они продвигают в субрегион инфраструктуру НАТО и указанные шаги представляют собой непосредственную угрозу не только КНДР но всем странам Азиатско-Тихоокеанского региона мы также говорили о тех манипуляциях и тех обманах и тех инсинуациях и манипуляциях которые Соединенные Штаты проводили в отношении Северной Кореи то завлекая в переговоры то нарушая собственные обязательства Россия неизменно придерживается принципиального подхода в пользу мирного регулирования проблем Корейского полуострова на основе взаимного учета законных интересов в сфере безопасности всех стран Северо-Восточной Азии и ключевым условием для этого как уже мы неоднократно отмечали является отказ от политики шантажа и угроз санкций и военного давления в условиях когда Вашингтон и Сеул продолжают вынашивать планы по изменению геополитического ландшафта субрегиона Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве призванный остудить воинственный пыл тех, кто стремится обеспечить себе гегемонию военным путем и подтолкнуть их к мысли о необходимости начать с практических шагов по разрядке военно-политической напряженности в целях дальнейшего создания архитектуры неделимой безопасности в регионе Спасибо С нами ли медиакорпорация Китая Да, добрый день Мария Владимировна Наш вопрос тоже развивает тему саммита НАТО В дни, когда он проходил Ваш коллега официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что я процитирую Китайская страна решительно выступает против прорыва НАТО в позиционировании региональной и оборонительной организации провоцирования конфронтации взятка в Тихоокеанском регионе и подрыва регионального процветания и стабильности делать больше для мира стабильности и безопасности Как бы Вы могли оценить Суа своего коллеги ну и быть может хотела тоже спросить Вам есть что добавить по коммунике которое было подписано на саммит Вы знаете с первой частью заявления моего китайского коллеги я согласна что касается фразы с призывом к НАТО больше вкладываться в мир сотрудничества и так далее мне кажется она просто наверное сказана была исходя из какого-то политеса исходя из того что всех надо стимулировать к дружбе к миру к сотрудничеству но реалии таковы что НАТО просто не может это сделать физически у нее нет такой задачи она не прошита в ее бюджет она не прошита в ее доктринальной установке она не является частью ее сущности существования целеполагания поэтому ожидать от этой структуры большего вклада в мир сотрудничества развития просто бесполезна призывать наверное стоит но она не в состоянии она для другого создавалась она создавалась как агрессивный военно-политический блок с командно-административной системой управления спасибо спасибо вам с нами Лебаку ТВ Баку ТВ с вами здравствуйте Мария Владимировна здравствуйте коллеги Сябин Дадашева Баку ТВ РУ у нас сегодня вопрос про ШОС на прошлой неделе в Истании довольно плодотворно прошел саммит этой организации и в формате ШОС Плюс принимал участие и Азербайджан многие сейчас сходятся во мнении что этот саммит стал историческим и сформировал костяк новой коалиции что вы думаете по этому поводу хотелось бы услышать вашу мнение вы знаете эта структура прочно утвердилась как авторитетная и влиятельная региональная организация которая имеет проекцию так сказать общемирового характера учитывая те цели и задачи которые стоят у нее на повестке а потенциал ее неуклонно и устойчиво возрастает это неоспоримый факт становление ШОС началось с договоренности России Казахстана Китая Киргизии Таджикистана и Узбекистана совместно работать в интересах укрепления безопасности стабильности в регионе создание условий для плодотворного взаимного многостороннего сотрудничества сейчас эта площадка объединяет уже 10 государств членов включая Беларусь она обрела этот статус 4 июля в Астане и 14 партнеров по диалогу а также двух наблюдателей географически ареал ШОС охватывает практически весь евразийский континент от Южной Азии до Ближнего Востока и Европы а секрет привлекательности ШОС очевиден приверженность государств членов таким базовым ценностям идеалам как проведение суверенной самостоятельной политики стремления к поиску коллективных решений уважение прав выбирать собственную модель развития прошедшие в казахстанской столице мероприятия на высшем уровне вновь продемонстрировали востребованность ШОС в нынешней непростой международной обстановке в качестве одного из новых центров силы принятые по итогам заседания сайта глав государств членов документа и решения включая Астанинскую декларацию предложение о совершенствовании деятельности ШОС инициативу о мирном единстве за справедливый мир согласие развития стратегию развития энергетического сотрудничества до 30-го года подтверждают общее намерение продвигать и насыщать роль ШОС в формировании архитектуры равной неделимой безопасности плодотворного сотрудничества и развития в Евразии как одно из насущных опор многополярного миропорядка думаю что вы стали очевидцами того как этот настрой был подхвачен на встрече в формате ШОС плюс которая была посвящена проблематике развития многостороннего диалога в интересах устойчивого мира прошла она с участием лидеров Азербайджана Катара Монголии Объединенных Рабских Эмиратов Турции Туркменистана а также генерального секретаря и руководителей ряда других международных организаций а важнейшим принципом ШОС остается открытость ненаправленность против других государств международные и ненаправленность против международных объединений равноправие твердый настрой участников объединения совместно работать во благо своих народов ну в принципе кстати говоря все то что заложено в уставе ООН только так сказать с учетом местных региональных реалий целей и задач еще раз переподтверждается и мы убеждены что уплотнение взаимодействия государств-членов с диалоговыми партнерами одним из которых является Азербайджан с наблюдателями другими заинтересованными государствами будет уверенно продвигать ШОС по пути достижения этих целей спасибо с нами ли вестник Кавказа Добрый день Мария Владимировна да здравствуйте вопрос в связи с предложением Реджепа Тейпера Дагана о последничестве Москвы в нормализации отношений Турции и Сирии как МИД оценивает эту инициативу и ведется ли подготовка к организации такого трехсторонного формата Турция Россия и Сирия спасибо Мы положительно характеризуем российско-турецкое взаимодействие по Сирии в том числе регулярные контакты по линии внешнеполитических оборонных ведомств Мы настроены на дальнейшее тесное сотрудничество с турецкими партнерами в рамках астанинского формата Напомню он остается единственным эффективным международным механизмом содействия сирийскому регулированию Россия давно и последовательно прилагает усилия по содействию нормализации турецко-сирийских отношений В рамках этой работы в Москве в 23-м году успешно прошла серия встреч в четырехстороннем формате Россия-Иран-Сирия-Турция в том числе на уровне глав внешнеполитических ведомств их заместителей министров обороны руководителей спецслужб однако обозначившиеся различия в позициях Турции и Сирии а также другие факторы как во внутрополитической жизни этих стран так и на Ближнем Востоке в целом привели к тому что в переговорном процессе возникла пауза и исходим из того что нормализация связи между Анкарой и Дамаском крайне важна для продвижения комплексного сирийского регулирования для укрепления региональной безопасности поэтому мы всячески настраиваем наших партнеров на продолжение контактов в последнее время сигнал о готовности к этому активно поступают из Турции в том числе на самом высоком уровне от президента Турецкой Республики мы приветствуем такую тенденцию рассчитываем на практические шаги в данном направлении с обеих сторон и при этом не исключаем что важную роль в посреднических усилиях дополнительно могут сыграть и другие страны в том числе я имею ввиду страны астанинского формата которые стремятся к миру и стабильности в регионе спасибо с нами ли Ньюсру здравствуйте Мария Владимировна да здравствуйте здравствуйте да слушаю вас да Михаил Розан news.ru у нас один вопрос будут ли в Москве комментировать решение Армении поднять уровень отношений с Соединенными Штатами до стратегического партнерства дело в том что с просьбой о таком партнерстве к президенту США Джо Байдену обратился премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравление 4 июля по случаю Дня Независимости кстати уровень схожий такой же уровень отношений стратегического партнерства Соединенные Штаты имеют с Украиной как вы это прокомментируете ну главное чтобы Джо Байден понял что ему хотели сказать направив соответствующее обращение судя по его реакции в ходе саммита НАТО в Вашингтоне есть вопросы что касается попыток Вашингтона и НАТО влезть на Южный Кавказ я только что уже затрагивала эту тему также хотел бы обратить ваше внимание на комментарии Михаила Юрьевича Галузина заместителя министра иностранных дел Российской Федерации в его интервью оно было опубликовано 11 июля вчера Вы знаете хотела бы дополнить это тем что обратите ваше внимание Россия никогда не ставила своих друзей союзников партнеров перед выбором с нами или против нас у нас не было такой задачи это противоречит нашим базовым установкам вот этот беспардонный стиль западников подразумевает полное игнорирование интересов озабоченности тем с кем они налаживают стратегический диалог и мне кажется классический пример в этом смысле это Украина хотя не только она осознает ли армянский народ что подобные так называемые партнерства вовсе не означают на практике предоставление защиты опеки помощи уж тем более содействия в заявленных масштабах это вопрос давайте скажем о том что очевидно и то что имеет ответ уже сейчас истинный замысел данного механизма если мы отбросим красноречивые речи это создавать условия для перевода той или иной страны под внешнее управление Соединенных Штатов Америки иными словами вам помогут с принятием решений но будут использовать вашу территорию ресурсы возможности без учета ваших же интересов по полной в интересах Соединенных Штатов вот это не бескорыстность мягко говоря американцев видна хотя бы потому с каким рвением они взялись за Армению и ранее такой активности за ними замечено не было Армения до этого переживала тоже немало трудных так сказать исторических моментов что же не позволяло Соединенным Штатам проявить вот эту душевную щедрость помочь предоставить какие-то возможности обменные визитами поставленные теперь уже в режим эстафета на днях республику посетила глава агентства США по международному развитию Саманта Пауэр но там где Саманта Пауэр там успех она вновь финансировала помощь вопрос что из этого будет предоставлено такую помощь обещали американцы очень многим в частности Сербии ничего правда Сербия не получила может не нынешним властям Армении но платить то все равно придется Вашингтоне всегда спрашивают за каждый вложенный цент и кстати теперь они научились спрашивать еще за каждый обещанный цент даже если он не был предоставлен кто и сколько и как будет компенсировать штатам их заботу так называемое внимание вот это тоже хороший вопрос с нами телеканал Аль Майдин да добрый день да добрый день мы всегда с вами конечно спасибо так Израиль продолжает бомбить Сирию тем самым по пути помогает террористам вторник самолеты израильских ВВС в очередной раз атаковали порт Баньяс в Сирии как на ваш взгляд Россия с учетом ее присутствия на территории Сирии могла бы повлиять на поведение Израиля и прекратить удары по территории суверенного государства а как Россия может помочь Сирии чтобы смогла защитить себя от подобных ударов то как Россия помогает Сирии мне кажется знает уже весь мир а вот что касается конкретного эпизода то в ночь на 9 июля израильская авиация нанесла удары по объекту в окрестностях Бенияс в сирийской провинции Тартус под предлогом размещения там складов вооружения якобы предназначенного для Хизбаллы мы неоднократно давали оценки не провоцированным ударом Израиля по территории Сирийской Арабской Республики мы категорически осуждаем подобные безответственные действия они увеличивают вероятность разрастания вооруженного конфликта на Ближнем Востоке подталкивают регион к опасной пропасти в апреле текущего года он же находился на грани большой войны этот регион после возмутительного удара военно-воздушных сил Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске и последовавшей реакции Тегерана мы настоятельно призываем израильское руководство отказаться от агрессивных силовых акций в отношении Сирии и пренебрежения нормами международного права чреватого драматическими последствиями хотел бы обратить внимание на то что нанесение израильным ударов по соседним государствам под предлогом превентивного уничтожения угроз национальной безопасности встречает осуждение далеко не у всех членов международного сообщества те кто мог бы попытаться остановить подобное развитие событий прежде всего стратегический партнер Израиля с США а также их западные союзники не делают этого они отмалчиваются они принимают это как должное они рассматривают это как норму продолжающаяся в течение целого ряда лет регулярная ракетно-бомбовая удары Израиля по территории соседних стран с которой она находится в состоянии прекращения огня установленного между прочим соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН присутствие американских военных в заефрате их так называемое заигрывание с туристическими элементами уже много лет отделяют и отдаляют отделяют от реальности отдаляют от разрешенности перспективу нормализации обстановки в этом государстве со своей стороны Россия прилагает все усилия для недопущения крупномасштабной эскалации мы ведем последовательную работу со всеми региональными игроками включая Израиль мы призываем отказаться от логики конфронтации у нашей страны есть конкретные хорошо всем известные предложения в плане урегулирования палестино-израильского конфликта и по нормализации ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке и все эти предложения по-прежнему на столе мы открыты для их обсуждения со странами региона с нами ли Верелк да, Мария Владимировна добрый день да, здравствуйте у меня такой вопрос хочется узнать выдала ли Россия уже Агриман новому послу Армении Евгену Арсенияну и в СМИ идет информация что Россия также планирует заменить своего посла в Армении хочется узнать известно ли уже кандидатуру нового ну опять же процитирую заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в Москве довольны работой действующего посла Гаршика Ратюняна имеется ввиду посла Армении в Москве его деятельность в качестве главы депмиссии в полной мере отвечает задачам укрепления двусторонних отношений что касается назначения нового посла Армении в нашей стране информация будет соответствующим образом вам представлена существуют просто процедуры которые должны проходить так сказать без публичного обсуждения мы обязательно с вами поделимся соответствующими результатами по итогу а что касается посла России в Ереване то Сергей Павлович Копыркин продолжает свою работу руководство стороны оценивает действия наших послов но позволю себе сказать раз уж вы меня спросили о работе армянского посла в Москве то уж про нашего посла в Армении могу сказать что мне кажется эффективность его работы и плодотворность не подлежит сомнению вы же видите по количеству мероприятий и той повестке которую отрабатывает наше загранучреждение но не могла это не сказать потому что все-таки согласитесь несправедливо не сказать и объективные слова о нашем после коль скоро я по вашей просьбе дала оценку послу Армении с нами ли телеканал Большая Азия здравствуйте здравствуйте Инна Фернандес телеканал Большая Азия у меня такой вопрос Мария Владимировна 5 июля на досрочных президентских выборов в Иране победил кандидат от крыла реформистов и сторонник нормализации отношений с Западом Масуд Пезашкиан он как мы знаем выступал за смягчение позиции Ирана в отношении совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе Мария Владимировна расскажите пожалуйста вот как итоги этих выборов могут повлиять на внешнеполитический курс Тегерана и стоит ли ожидать каких-либо изменений в российско-иранских отношениях спасибо вы знаете мы ориентируемся и действительно ценим полученное от официального Тегерана в том числе в ходе телефонного разговора президента Российской Федерации с избранным президентом Исламской Республики Иран 8 июля заверение внеизменности курса на всестороннее наращивание взаимовыгодных связей с нашей страной в духе многолетних традиций дружбы и добрососедства сохранение настроя на реализацию всех ранее согласованных совместных проектов вот это для нас имеет принципиальное значение из этого исходим спасибо большое с нами Леана Далу здравствуйте Мария Владимировна мы с вами у нас тоже вопрос про Иран чего ожидает Россия от отношений с Ираном при новом президенте вы знаете во первых мы приветствуем успешное проведение голосования с уважением относимся к волеизъявлению дружесного иранского народа и подтверждаем готовность к дальнейшему развитию всего комплекса многоплановых российско-иранских отношений которые уверенно выходят на качественно новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства но второе я уже только что прокомментировала и сослалась на разговор глав наших государств которые обозначили преемственность курса спасибо большое я всех благодарю за участие до следующего нашего с вами общения благополучия